Презентация фотопроекта «Мост у будущего» отбылась в Жлобине. Это частка республиканской кампании по доброохвотным тестированию на ВИЧ. Тычатся на ватых, кого не тычатся. У основе фотосюжетов конкретные герои, люди, неколи залежны от наркотиков. Фотовыстава «Мост у будущего» просвеченных историй 38-годовой меньшанки Татьяны Семеновой. В 2001 году наркозалежная женщина доведалась про становочный ВИЧ-статус. Виновита тады и почался ей шлях вертания у нормальное социальное житё. И она отремлевает поведенное лечение и замешательную терапию. Заболевание наркозависимости, она хроническая заболевание. Есть период срывов, рецидив и ремиссий. Это отказ от наркотиков. Потому что это мешает моим родным, моим близким. У меня сын, 22 года, который закончил университет. Он абсолютно негативно относится к такому явлению, как потребление наркотиков. Я испытываю чувство вины перед своими близкими. Фотопроекта «Длюстровая» – разные этапы жития героини. От детинства до початку замешательной терапии. Рассказывается реальная история конкретного человека, которая от ситуации полной наркозависимости, со всеми особенностями, которые мы ассоциируем, прошла весь путь, который позволил ей вернуться в нормальную социальную жизнь. Восстановить все социальные связи с семьей, близкими, родными, приобрести отношения, работу, вести нормальный образ жизни. Тем более актуально, когда сама героиня на этой выставке присутствует сегодня. То есть можно убедиться, что это не какой-то фейк, так, соответственно, постановочно. Это реальная ситуация. Фотовыстава «Мосту будучи» неорганизована у рамках проекта под названием «Знижение шкоды працуя. Забеспечьте финансование». Ей автор и куратор Катерина Парфянюк про створчесть и истории конкретных героев, спробуя донестия до белорусов информацию про важность сучастных методов профилактики вичинфекции и наркомании. Творческий подход – язык такой я, наиболее доступный людям. Через творчество люди быстрее понимают суть проблемы. Это не приговор ни вичинфекции, ни наркозависима, что, опять же, люди с вичинфекцией могут вести обычный образ жизни, принимая антиротерозные препараты. Только тот же самый наркозависимый человек, если у него будет огромное желание изменить что-то в жизни, тем самым он может это сделать. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» Сожлобинского района.